Он поступает в отношении компании «Кредит Лайн». Ксения Олеговна, вы помните о невыполненных обязательствах переданной организации? Нет, не помню. Сумма задолженности составляет 13 138 рублей, 1203 дня находится на просрочке. Данную сумму необходимо внести в ближайшие два дня. Платеж поступит от вас? Я на учете у психиатра не состою. Причем здесь учет и психиатр. Я говорю сейчас о вашей задолженности. Я тоже говорю о моей задолженности и отсутствии у меня сведений о том, что я состою на учете у психиатра. Когда пропущен срок исковой давности, с чего же это я должна пойти и оплатить? Вместо того, чтобы кредитор занимался документами для подачи в суд, дабы не пропустить срок исковой давности, он привлек вашу конторку, чтобы вы звонили и говорили, что я должна оплатить. Каждый месяц для меня он все лучше и лучше. Все. Все. Отдыхайте. И вы кредитор. Вы свободны. Вы решили, что у вас вышел срок исковой давности. Потому что я считать умею. Что вы умеете считать, Ксения Олеговна? Считать, что я умею. Вы постоянно взаимодействует по поводу вашей задолженности. А если телефонное взаимодействие никаким образом на приостановление срока исковой давности не влияет? Вы можете в день по сто раз со мной взаимодействовать. И я вам еще раз говорю. Если вы вообще глупая женщина, абсолютно некомпетентная, не в здравии юридических вопросов, Лучше заткните рот и не открывайте его. А я да. Да. Я да. Вот я такая. Да. И ждать срока давности. Ну вот я его уже дождалась. А вы лохушки. Давайте, давайте. Здравствуйте. Звонок из Бирбанка России. Информирую вас о записи разговора. Могу ли я услышать Ирину Борисовну? Соедините с оператором. Минуту. Сейчас я переключу вас на профильного специалиста. Здравствуйте. Да, слушаю. Сбербанк России ведущий специалист Бояки Татьяна Олеговна Заборисовна. Да. Уведомляю о том, что разговоры записываются. Звоним из управления по работе с проблемной задолженностью. Значит, у вас кредитное обязательство. В Сбербанке России общая сумма 92 210 рублей. На основании 37 статьи ГК РФ банк возлагает на вас обязанность по возврату долга. Сегодня-завтра необходимо регулировать вопрос оплаты. Оплата банковским переводом поступит либо иным способом. На основании статьи 307 ГК РФ банк имеет право требовать. А не возлагать никакие обязанности. Требовать имеет право. Марин Борисовна, требовать имеет суд. 307. Открываем и изучаем статью гражданства. Я вам не являюсь юристом, чтобы по вашему требованию открывать 37 статью. А суд ничего не требует. Суд выносит решение. Если вам... Удовлетворить требования, либо отказать в удовлетворении исковых требований, или удовлетворить частично. Как замечательно. Вы знакомы с статьей. Регулирует вопрос оплаты. Оплата банковским переводом поступит либо иным способом. Еще раз повторяю вопрос. Как обычно. Голубями. Сегодня либо завтра. Сегодня отправлю. Картами других банков пользуетесь, помимо Сбербанка? Какое ваше дело? Данную информацию запрашивает банк. Запрашивает и отказать предоставлять данную информацию. Как скажете. А адрес фактического места проживания заедите, пожалуйста? Нет. Номера из телефона близких родственников и знакомых. Назовите, пожалуйста. Имею право не называть. Номер телефона 3022 актуален у вас? Не скажу. Под запись телефона разговора назовите, пожалуйста, сумму, которую вы внесете сегодня, чтобы мы зафиксировали с ваших слов. Записывайте. 0 рублей 00 копеек. То есть отказываете. Да, от оплаты. Также хочу обратить ваше внимание, что банк имеет полное право к вам направить сотрудника в выездную группу на основании федерального закона 230-го. Нельзя сказать, что банк имеет право направить к вам никчемного сотрудника, бывшего какого-нибудь сотрудника полиции, которого выгнали, либо который уже на пенсии. Он до вас доковыляет, чтобы вручить вам требования об оплате. Банк к вам направит выездного сотрудника. Да, Немыклина Елена Витальевна. Будьте с ней связывать хороших сотрудников банка. Ну, я хочу обратить ваше внимание, что банк... Почему меня перебиваете? Я же вас не перебивала, когда вы представляли информацию. Да хочу, я говорю. Не хочу, не говорю. Но у нас на вами диалог, а не монолог. Да к чему он нужен, этот диалог? Он ни к чему не приведет. Хорошо, я данный диалог передам руководству банка. Будет приниматься решение касаемо ваших радиоактивных договоров. Всего доброго вам. Передать не забудьте. Алло. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, вы меня слышите? Слышу. Компания MoneyMan. Меня зовут Кузнецов Андрей Николаевич. Делафрус Равильевна, вы... Да. Я звоню вас в курс дела вести. Компания зафиксировала нарушение условий договора с вашей стороны на сегодняшний день. Оплата нет от вас, получается, 25 дней. Компания требует... ...статья Гражданского кодекса. Сумма к оплате 46 785 рублей. Данную сумму вы внесете, как требует компания сегодня, до 19.00? Если вы хотите обсудить статьи Гражданского кодекса, у вас имеются какие-то финансовые разногласия и недопонимания... У кого имеется финансовые разногласия? А обратитесь к моему секретарю этот же номер телефона, последние четыре цифры 0801. А зачем нам нужен ваш секретарь? ...на какой... какой день у меня будет свободен и время, я вас... А у нас займ брал не секретарь, у нас займ брала Делафос Равильевна. Если я повторяю, обратитесь к секретарю, запишите, я приму в удобное для меня время. А зачем нам секретарь? Нет, вы будете не в удобное время, а по первому требованию компании. По первому требованию моему пошел вон мудак. По первому требованию. Я не разрешал женщинам вам так со мной разговаривать, у меня слышите? Я вам повторяю, пошел вон мудак. Делафос Равильевна Курбон? Не вижу и буду называть тебя как-то хочу. Да, оно может быть в разных подарениях. Пожалуйста, поправь свои стринги и не надо так кипишовать. Ничего не случилось. Вы с кем там ругаетесь? Вы спокойны и уравновешены. Пожалуйста, перезвони. Указывай мой номер телефона и запишись ко мне на прием. Прежде чем гавкать, гавкать надо тоже в удобное для меня время. Ну что за детский сад? Обзываетесь, обзываетесь. Вы позвонили не туда, где ваши слезки будут подтирать. Я не подтираю слезки. Носите с собой носовой платок и туда. Вы на кого там ругаете? Вы на жилетку, в которую можно поплакать. Отойдите от этого человека. Вас где так научили? У вас, по-моему, челюсть отвисла. Вы ее на место послали? Вы на кого там ругаетесь? Позвольте вашу челюсть. Отойдите от этого человека. Зачем вы ему такие слова говорите? Я не знаю, какой человек тебя поддержит в данный момент, где он тебя придерживает. Поговорите со мной. Зачем вы на него так ругаетесь? Отойдите от него. Зачем вы так на него отзываете? По шагу, по шагу, по шагу, по шагу, не произносилось. Вы выпиливаете лекарственный препарат. И, возможно, к концу рабочего дня вам наладится и настроение улучшено. Вам понравилось мое имя? Ну, оно всем нравится. Конечно, но... В последний раз повторяю. Для того, чтобы в очередной раз поплакаться, запишитесь ко мне на прием. Итак, в данной ситуации 25 дней нет оплаты. Давайте будем разговаривать непосредственно и по существу. У вас появится ко мне вопрос. По договору займа обсудить их можно только после предварительной записи. Да зачем нам нужен ваш секретарь? Какая запись? Вы можете быть свободны. Вы когда зону набрали, вы без записи его брали. Решайте в суде. Для вопроса, Равилина. Все спорные вопросы решайте в суде. Либо путем уступки прав требования по договору займа. Конечно, это все дело до этого дойдет. Путем привлечения в рамках агентского договора какое-то количество агентства. Это все дело до этого дойдет. В соответствии с статьей 25 гражданского кодекса И 382 еще можно применять. Цельская была указана мною ранее. 382 к вашему следению. Это и есть договор уступки прав требования. Но они немного отличаются от 1005. Итак, Тилафрус Равилина. Как будем решать вопрос? В добровольном порядке или все-таки компании придется прибегать к принудительным мерам выполнения? Если ваша гордость не позволяет записаться, пожалуйста, обратитесь в суд за защитой своих народов. Зачем нам нужен ваш секретарь? По-другому вы скажете? Вам же не мой секретарь звонит. Вам же звонит не мой секретарь, а я звонил. Вам нужно напрямую со мной общаться. Что ты там херня картавая аллокаешь? Что вы говорите? Вы с кем разговариваете? С тобой я разговариваю, и с твоим автоинформатором картавым. Алло, алло, алло. И сидишь по минуте ждешь, когда пролокается. Ну, говори, говори, что хотел. Меня Антонов, Антон Сергеевич, зовут компания бюро судебного взыскания. Ведется запись разговора. Угу. Просишь вам на это вы, да? Мое величество. Что, простите? Мое величество, мое, да. Ага. Долги у вас имеются? У нас у королев всегда так. Куда без долгов-то? Ну, да. Так. Это точно. Слава Васильевна, вот у вас там вообще задолженности имеется несколько, да, определенное какое-то количество, но я только по одной могу работать с вами. Это 52 тысячи, 12 рублей, 50 копеек по страховому продукту организации отличной наличной, которая заключается в страховой компании. Сейчас я переобуюсь и побегу, значит, на зимней резине страховку в отличной наличной поднесу. Угу. Своей кровно заработанной поднесу за навязанную мне страховку. воспользовались тем, что я не знаю, что ее можно отменить, отказаться. А вообще 14 дней в период охлаждения для отмены всех этих страховок. Ну, кто не знал, для тех информацию даю. Так что вы там зафиксируйте. Светлана Иосифовна пока не переобулась и не планирует. И вообще мыслях даже нет эту страховку платить. Подождем сюда. Да, у вас, наверное, вообще, в принципе, не планировали долг возвращать, да? Ну, чисто по-королевски, конечно, не планировала. Ну, подождите. Где вы и где королева? Я уж извините, Светлана, очень не видел наоборот. Ну, это я и есть. И я и королева, да. И свой автоинформатор, или там авто какой-то говоритель. Подремонтируйте. Уберите это херло. Какой-нибудь приятный женский голос? Он даже о локоть не может. Здраво. Не исключено. Давайте я запишу. Здравствуйте. Вас приветствует Инна Гагарина. А вы, дайте, на линии с вами произойдет соединение оператора. Спасибо, что вы с нами. Ну, да, давай. Вы-то с нами, мы с ними, а лично вы идите нахер. Здравствуйте. Александра Евгеньевна? Да. С компанией МФРК ЦФП ВИВА Денегий Звонок Галкин Максим Сергеевич идет за записи нашего разговора. Являетесь нашим должником. Вы почему не производите оплату? Галчонок. Я очень... Я консильная женщина. Все только на себя прачу. Вам времени для возврата наших денежных средств? Неделя. Галчонок. Нельзя со мной там. Хамить не хотите? Хамить мне не следует... Хамить я не хочу, Галчонок. Но и денег не отдам. Вопрос с оплатой вы все вернете. Галчонок. Прекратить себя, мужика, строить. По месту. Ты все равно не мужик. Поэтому не будет денежных средств. Это бессмысленно. Меня молча слушаем должник и параллельно со мной разговаривать следств. Ты всегда такой стихованный, не удовлетворенный жизнью. Потому что у тебя мужское достоинство отсутствует. Галчонок. Поэтому после нашего разговора занимайтесь поиском денежных средств. Бессильный, беспощный. Это вызывает улыбку. Время пошло. Галчонок. Зачем ты подошел? В ваших интересах дождаться ответа оператора. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Александра Евгеньевна Гал... Правильно. Звонок вам поступает от компании МБА Финансов. Специалист один. Специалист один. Наталья Павловна ведет запись разговора в рамках федерального закона 230-го. Александра Евгеньевна, имеется обязательство перед микрофинансовой компанией МИХ-кредит. В декабре 2020 года оформили договор с Даймом. Были нарушены условия договора. Вышли сроки к оплатежей. На сегодняшний день, 11 ноября, у вас 80 дней просрочен платеж. Сумма долга перед кредитором 16.187 рублей 67 копеек. Кредитор требует, чтобы вы вернули денежные средства и закрыли свой расчетный счет. Оплату можете производить через личный кабинет компании МИХ-кредит. У вас есть личный кабинет компании? Да ну откуда? Как откуда? Ну откуда его взять? А как вы оформляли договор займа? Да я вообще не помню, чтобы я его оформляла. Не помните? А-а. А как ваш паспорт оказался? Вот и я думаю. Сначала в МИХ-кредите как-то паспорт оказался, сейчас вообще в МБА финанс. Ничего себе. Вас под уголовку надо всех подтягивать. Блядей. Что? Что вы говорите, Александра Евгеньевна? Вы же сидите, вы думаете, вы думаете, я буду высушивать ваше хамство, как остальные? Будешь, какой-то. Успокойтесь. Успокойтесь, если с твоего трона хамство, сверните деньги кредитору. Нет, не очень уютно на моем троне. Это у вас очень удобно, но не оплачивать, но все равно вам придется, понимаете? Но цель на процессе сканер будет продолжаться. Меня на троне достану великого позволения. На основании статьи 330-й Брюзанского кодекса Российской Федерации понятия не остойте. С ваших слов, под запись разговора, ваш ответ для кредитора. Денежные средства сегодня подступают? Мой ответ – иди лесом вместе с кредитором. После леса иди на три буквы. В середине «У». Суд! Суд! Я оттуда только пришла. Суд! Суд! Ты в суде была? Хорошо. Что ты там делал? Хорошо, информация будет передана. Здравствуйте, Шикинг, Костя Николаевна, инспектор судебного взыскания. Компания «Верест» информирует вас о записи разговора. Александра Евгеньевна, могу услышать по данному номеру? Пожалуйста, слушайте. Александра Евгеньевна? Да. Связываюсь с вами по просьбе вашего кредитора ООНСК, честное слово. У вас просрочка на сегодня 61 день. Текущий долг – 19 тысяч. Сейчас крайне важно. Текущий долг – погасите закрытие обязательства по вашему договору. В течение двух-три дней оплата от вас поступит на ваш номер телефона бесплатно горячей линии? В течение... Деньги должны на номер телефона горячей линии поступить? Нет, на ваш номер, честное, по договору. А, по договору. А почему кредитор сам-то не позвонил? Почему вас-то попросил? Ну, потому что данный вопрос не решался более, уже чем два месяца. В дальнейшем переуступил нам данное решение вопроса. Прямо уступил? Или привлек по агентскому договору? По агентскому договору. Ну, это разные же вещи. Агентский договор, хотя тысяча пятая, привлек вас. А уступил – это уже цель. Я сказала, переуступил для решения данного вопроса. Переуступил – понятия нет такого. Есть уступил право требования. Смотрите, статью 382 Гражданского кодекса. Не буду вас хорить, не буду вас троллить. Вы пока теряетесь. Но ознакомливайтесь. Зафиксируйте отказ от добровольной оплаты. По какой причине? Я дала команду, что зафиксировать. Лишних вопросов не задавать. Команду дают собакам. Я, в принципе, к вам отношусь хуже, чем к любимым мной собакам. Не без разницы, как вы относитесь к меня. Изучайте действующее законодательство. Вам это поможет в дальнейшем. Либо валите из-за верет, пока не скурвились до конца там. До свидания. Но это же не вам решать. Вы же не выполняете свои обязательства. Иначе будешь слушать каждый день вот так. Не очень нежно. Ну, то, что вы так общаетесь, это не решит ваш вопрос. То, что вы относитесь так к людям и ведете к этому. Я к Эвересту отношусь крайне негативно. А при чем здесь Эверест? Ну, при том, что ты там находишься. И обсуждать с тобой, с тобой, абсолютный тупой, простой, если бы не буду. И выполняй мои команды без лишних комментариев. Алло. Алло, здравствуйте. Слушаю. Компания Эверест института Короченкова Валентина Васильевна. Вдет в статье отговора. Противно? Да. Звонок вам поступает по поводу ваших невыполненных финансовых обязательств в НТС-банке. От вас платеж по договору не поступает 451 день. Сумма к оплате для полного закрытия составляет 13 600 рублей. Дата выставляет банк. И у 16 ноября необходимо закрыть ваш договор перед банком. Что вы приняли по поводу оплаты? Я не реагирую ни на какие даты, выставленные банком и озвученные мне в рамках телефонного разговора от непонятной клуши с Эвереста. Алиса Алексеевна. Да. Вы сейчас про кого говорите? Про тебя. Да, вы что? От запись разговора. Алиса Алексеевна. Лучше бы так деньги зарабатывали и оплачивали в банк. Наверное, как ты зарабатываешь, да? Ты советуешь зарабатывать, как ты, сидя на драной табуретке и прося у людей денег? Ты думаешь, это хороший, достойный заработок? Возможно, тебе, конечно, хватит на чупа-чупс. Ну что вы замолчали, Алиса Алексеевна? Да я вообще-то разговариваю, а ты сразу глохнуть начинаешь. Почему же ты глохнешь? Алиса Алексеевна продолжит 32 года. На диалог настраиваем, все деньги ищем. Даёт советы. Клуша в гор... Клуша в гор... Клуша в гор... Клуша...